Победители и призеры краевого конкурса получили дополнительные баллы, которые будут суммироваться при учете индивидуальных достижений, при зачислении в университет. Мореход заинтересовал, нам показывали, получается, тренажеры, то есть они меня очень заинтересовали. Ну, аквакультура, только что я посетил консультацию и мне понравилось. Вообще я хочу пойти на аквакультуру. Да, выращивание мидий, трепангов, каких-либо еще морских существ, это тоже очень хорошо. К тому же они сейчас все реже и реже становятся. Старшеклассники и их родители знакомились с ведущим отраслевым университетом на Дальнем Востоке, который уже 85 лет готовит специалистов для рыбной и смежных отраслей. Выпускники школ получили ответы на интересующие вопросы о правилах поступления в университет, формах обучения, количестве бюджетных мест и многое другое. По образовательным программам школьников консультировали директора пяти институтов. Впервые в Дальнем Востоке прошли увлекательные мастер-классы, где школьники не только узнали много интересного и нового, но и стали участниками учебного процесса. На базе Института рыболовства и аквакультуры прошел мастер-класс «Разноцветное рыболовство», где старшеклассники познакомились с особенностями лого рыбы и ее поведением. Мореходный институт провел мастер-классы управления современным судном, современные средства морской радиосвязи с посещением уникальных тренажеров. В День Открытых Дверей учащиеся девятых классов познакомились с программами среднего профессионального образования на базе Владивостокского морского колледжа, который является структурным подразделением Даль-Литуза. В День Открытых Дверей сопровождали видеопрезентации университета, конкурсы, викторины и профориентационное тестирование. Желаем ребятам сделать правильный выбор в дисциплине ЕГЭ для успешного поступления в Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет.